Пациенты с тревожным расстройством все чаще оказываются на приеме у психиатра Ильдара Кутумова. Людей, жалующихся на чувства внутреннего, неблагополучия стало больше. При этом страдают этим синдромом как взрослые, так и подростки. Тревога – это производное чувство страха. Тревога – это страх, направленный, во-первых, в будущее. То есть ты не боишься в настоящее время, ты боишься, что-то будет. Не сейчас, да, а вот оно будет. Ты, во-первых, не знаешь, что, а второе, там нет объекта. Человек отличает животное, может тревогой жить годами. То есть годами в таком стрессе. И поэтому падает качество жизни. Так откуда же берется это чувство и о чем говорит тревога? Виной может быть заниженная самооценка, непринятие себя как личности и даже психологическая детская травма. Механизм запустил этот механизм почему-то. То есть он что-то хочет сказать, достучаться до человека, до самого. Что в его жизни идет что-то не так. И задача человека в таком случае распутать этот кубок. То есть это всего лишь симптом. За симптомом всегда прячется какая-то причина. И за этой причиной еще какая-то причина. То есть нужно выйти на первопричину. Первопричину психиатры ищут на практике. Пациенты проходят специальные тесты. Чтобы понять, что же мучает человека. Тревожное расстройство или панические атаки. На приеме собирают подробный анамнез. Учащенное сердцебиение и потливость рук. Первые сигналы, что пора обратиться за помощью к специалисту. Человеку субъективно ощущается, что он не может сделать вдох или выдох. И поэтому у него появляется ощущение, что я в этот момент, то есть это самое крайнее, что я не выживу, что вот приступ закончится, что я потеряю сознание. Потеряю сознание, не приду в сознание. И таким образом, получается, возникает вторичная тревога, когда человек тревожится, чтобы вот это состояние не появилось. Так почему же люди все чаще испытывают тревогу в наше время? Медицинский психолог Ульнур Шамгулова уверена, причин много. Стресс, чувство вины и даже перенесенная операция или ковид. Во-первых, есть личностный радикал, который никто не отменял. И тревожность бывает как у младенцев, детей и взрослых людей. Чаще, конечно, тревогой страдают женщины. То есть они более эмоциональные, они более лобильные. И поэтому улететь в тревожное расстройство или в тревожное состояние женщине легче, чем мужчине. Но мужчины, как правило, если тревожное расстройство уже получили, то они переносят его гораздо сложнее. Коррекцию тревожных расстройств психолог проводит с помощью арт-терапии и физических упражнений. Сначала диагностика. Что это? То есть тревога такая локальная получается, тревога мотивированная, а не мотивированная. Если там параллельно с ней депрессивное какое-то там состояние. То есть для этого есть специальные клинические шкалы, как правило, проходят семинары, анамнез жизни. Можно всегда параллельно такую психокоррекционную интервенцию проводить, параллельно с медикаментозной терапией. То есть одно другому не мешает, а даже помогает. Чувство тревоги влияет на качество жизни сон. Работоспособность. При первых симптомах медики советуют использовать дыхательные практики. В случае ухудшения обратиться к специалистам.